Еще не покупал стартеры инженера? Тогда у меня для тебя хорошая новость. Воспользуйся бонус-кодом GRANNY24WT и тебе станут доступны к покупке три особых комплекта инженера. В малом комплекте ты получишь один стартер инженера, один ключ воффентрагера и новый 2D стиль Искра будущего. Этого стиля еще ни у кого не было. В среднем же комплекте уже будет по 5 стартеров и ключей, а также 2D стиль. А в самом большом комплекте тебя будут ждать 14 плюс 1 бонусный стартер, 10 ключей, а также 2 стиля Искра будущего. Так что используй бонус-код GRANNY24WT. Не упусти это предложение. В этом видео вы узнаете топ 5 лучших ПТ-САУ 10 уровня. ПТ-шки всегда ассоциировались с нанесением урона, и в этом топе будут именно те, которые наносят его в среднем больше всего. Пятое место. FV217 Badger. Приемник Тортоиса, отличный универсальный танк, который может как постоять в кустах при необходимости, так и сражаться на первой линии, благо броня позволяет. Из плюсов отметим. Отличные углы вертикальной наводки достигают целых 10 градусов. Кроме того, у танка хорошие углы горизонтальной наводки, по 15 градусов влево и вправо, и это лучшие показатели среди всех ПТ-10 без башни. Лучший урон в минуту. С каждым выстрелом Badger наносит 480 единиц урона, при этом перезарядка занимает всего 6 секунд. Если прокачать ДПМ на максимум, то можно достичь 4800 единиц урона в минуту. Для сравнения, при таких характеристиках Маус будет уничтожен за 37,5 секунд. А точность 0,25 и время сведения в 1,5 секунды делают пушку Badger одной из лучших в игре. Броня. Пробить Badger в рубку без голды почти невозможно для большинства танков 10 уровня. У него нет больших уязвимых зон, таких как командирская башня, а если в бою удается спрятать НЛД и немного задрать ВЛД, у противников почти нет шансов на победу. Конечно, у этого танка есть и свои недостатки. Максимальная скорость движения вперед 30 км в час это самый медленный разгон в нашем топе. Чтобы добраться до нужной позиции на открытых картах потребуется некоторое время. Однако, когда вы окажетесь на месте, будьте готовы к тому, чтобы разрывать кабины вражеских танков. Ну и также к недостаткам мы можем ответить пробитие. Базовым бронебойным снарядом оно составляет 272 единицы, что является самым низким показателем среди всех ПТшек 10 уровня, чтобы вы понимали, у многих ПТ 9 уровня пробитие лучше. Ну и также голдовым подкалибером всего 320 единиц. Это тоже самый низкий показатель среди всех ПТшек 10 уровня. Если подводить итог по Бадгеру, то могу сказать так. Это одна из моих любимых ПТ-САУ в игре. Да, она не какая-то невероятно нагибучая, она не будет делать там 6000 среднего урона. Тем не менее, в ней есть что-то особенное. И часто бывают ситуации, где ты реально реализовываешь свой ДПМ, когда ты просто понимаешь, что ты перестреливаешь, ну, любого противника, который тебе только встретится. Эти ощущения очень дорогого стоят. Четвертое место занимает советский танк Объект 268. Это, как вы могли понять, одна из самых популярных ПТ-САУ в игре. Многие играли на ней еще в старые времена, когда альфа была 850, и кумулятивы были с самым высоким пробитием в игре 450 миллиметров. Но потом, после нерфа ПТшек 10 уровня, про 268 немножко забыли, и его несколько раз апали. И я сейчас могу смело сказать, что это также моя одна из самых любимых ПТшек в игре. 268 точно еще актуален. Из плюсов можно отметить. Очень хорошая пушка, которая имеет альфу в 750 единиц. Кумулятивный снаряд обладает хорошим пробитием 395 миллиметров, что позволяет поражать противников практически в любую проекцию. Кроме того, в арсенале имеются неплохие бронебойные снаряды с пробитием 303 миллиметра. Второй плюс – это незаметность танка. 268 имеет вполне неплохую маскировку. Движение оно составляет 23,6%, а в неподвижном состоянии 36,8, что позволяет эффективно действовать в роли снайпера на дальних дистанциях. Также объект 268 может похвастаться неплохой мобильностью. Его максимальная скорость составляет 48 километров в час, что еще также можно улучшить турбиной. Это, кстати, самый высокий показатель в нашем топе. Тем не менее, у этого танка есть и свои недостатки. Не самая лучшая стабилизация и время сведения – 2,34 секунды. Любой танк 10 уровня пробивает эту ПТшку без особых трудностей. Однако стоит отметить, что это все-таки советская броня. Есть те самые фальшборта, которые иногда танкуют что-то нереальное, помогают выживать. Ну, вы сами знаете, да, 268 светится в прицеле абсолютно зелененьким, но куда-то вы его не пробиваете. Вот это та самая рандомная советская броня. Я считаю объект 268 базовой ПТшкой, которая, в принципе, должна быть, наверное, у каждого. Это самый классический вид ПТ. У нее есть альфа, она может играть на дистанции, она может приезжать в упор, у нее отличное пробитие, отличная маскировка. Если она у вас есть в ангаре и вы давно не играли, очень советую выкатить. Третье место по праву принадлежит американской ПТ-САУ Т110Е4. Хотя она не такая быстрая, как другие ПТшки, но ее мобильности все же хватает, чтобы занимать ключевые позиции на различных картах. В игровых ситуациях она может эффективно продавливать направление, нанося значительный урон по танкам противника. Переходим к плюсам. Т110Е4 по праву считается классическим антитяжем. Это означает, что он ездит на те же самые позиции, что и тяжелые танки, но подкалиберы 375 мм пробития делают свое грязное дело. Башня имеет свойство поворота в 90 градусов. В нашем топе только Т110Е4 имеет поворотливую башню, что дает более комфортный геймплей в бою. Из минусов, как я уже сказал, можно отметить не самое лучшее бронирование, а играть тебе надо против тяжей на достаточно близкой дистанции. Не самая лучшая точность, время сведения, ДПМ. К минусам, помимо не самого лучшего бронирования, можно также отметить плохое время сведения, плохую стабилизацию и не самую лучшую точность. Несмотря на это, Е4 занимает третье место в нашем топе. Это действительно универсальная ПТ-САУ. Это ПТ-шка, которая может наносить очень много урона, потому что она всегда катается стяжами, а там где тяжи, там много хп-шек. Второе место. Зубар. Зубар – польская ПТ-САУ и один из новейших танков в игре. Одна из главных ее фишек – это турбо-режим, который позволяет быстро занимать ключевые позиции на карте в начале боя. Или, если что, убежать при необходимости. Если его правильно использовать, он может стать решающим фактором в победе команды. Из плюсов можно отметить. Это скорость полета снаряда. Зубар обладает самой высокой скоростью полета снаряда в игре. Базовым подкалибером оно составляет 1640 метров в секунду, а голдовым подкалибером – 1980 метров в секунду. При этом с пробитием проблем тоже нет. Базовым подкалибером 294 миллиметра, а голдовым – 354 миллиметра. Также к плюсам можно отнести лобовую проекцию брони. Приведенная броня в рубке достигает 312-323 миллиметра, что становится проблемой для противников. А из уязвимых зон можно отметить две небольших шишечки по краям рубки, про которые даже не все знают. Ну и не забываем к плюсам отнести тот самый турбо-режим. В нем скорость танка составляет 60 километров в час. Однако, если перейти в обычный режим, то скорость разгона снизится до 30 километров в час. Но сведение и стабилизация станут значительно лучше. Как ни странно, главному недостатку танка можно отметить также его орудие. Точнее не само орудие, а его калибр. При альфе 620 единиц калибр составляет всего лишь 85 миллиметров. Это особый случай в нашей игре. Строение пушки не похоже ни на что другое. И обычно танки с калибром 85 миллиметров в нашей игре имеют альфу до 250 единиц. А тут целых 620. Зубр сейчас практически самая сильная ПТшка в игре. Кто-то, возможно, ее поставят даже на первое место. И, в принципе, сильно я спорить с ним не буду. Но все-таки я лично на первое место поставил другой танк. И давайте уже переходить к нему. На первом месте в нашем рейтинге располагается WZ-113 GFT. Некогда самая худшая ПТ-САУ 10 уровня превратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя после одного из апов. ПТшки прибавили ХПшек, прибавили динамики. Пушка здесь и так была неплохая. И сейчас этот танк очень похож на Объект 268, при этом имеет ряд преимуществ над ним. Также, как и у Объекта 268, у этого танка прекрасное орудие с разовым уроном 750 единиц и пробитием голдовым снарядом в 395 миллиметров. Толщина брони в рубке также очень неплохая. Пробить данный танк в рубку без голдовых снарядов большинству десяток не удастся. А если немножечко на рельефе задрать эту рубку, то броня и вовсе будет составлять до 350 миллиметров, что для многих голдовых снарядов тоже не подсильно. Максимальная скорость не самая большая и составляет 40 километров в час, но при использовании турбины, а она здесь практически обязательна, вы будете кататься 45 и этого в принципе достаточно, учитывая хорошую удельную мощность. Как я уже говорил, один из главных плюсов это ХП. ХП этого танка можно раскачать до 2460 единиц, что наверное рекордный показатель для всех ПТ-САУ в игре. К минусам данного танка конечно можно отметить огромные размеры и не самые бронированные борта, корма и НЛД. Сейчас у нее не видно ярко выраженных плюсов, кроме разве что ХПшек, но по совокупности характеристик, это действительно лучшая ПТ-САУ в игре, она наносит больше всего урона среди всех других. Если вы до сих пор ее не выкачивали, обязательно советую это сделать, апнули ее уже давно, нагибает она уже давно, нерфить вроде как ее не планируют, поэтому выкачать данную ПТ-шку вообще не ошибка. Обязательно напишите в комментарии ваш ТОП-5 ПТ-60 уровня, а также пишите какой ТОП сделать следующим. Субтитры создавал DimaTorzok